Шляпа, трость, мой скин и все представленные в этом видео головы уродов были сделаны в Skin of Studio. И вы тоже можете заказать у них скины и модели на любой вкус и цвет. Ссылка в описании. Привет, джираф. О, привет, Баф. Ты давно тут стоишь? Нет. О, хорошо. Я просто боялся, что опоздал. Ну и где мои уродцы? Угадай, в правой или в левой руке? В правой? Нет, нет, Баф, нет, нет, нет. Но у тебя еще есть одна попытка. Давай лучше не будем играть в твои игры, интересно. Лучше скажи, где уроды. Баф, так они уже в клетке, я обо всем позаботился. Замечательно. То есть все пять уродов уже в клетке и все с ним? Ну, вообще четыре. Куда один делся? Он по дороге потерялся. Выпал. Ой, нет. Бедный, несчастный, маленький уродик. Потерялся. И сейчас где-то сидит. Плачет. Из-за тебя. Ты что, нытик что ли? Ты еще за пласть здесь. Ах ты. Слушай, жираф, не хочешь выпить со мной? У тебя есть что-то крепкое? Естественно. Да пошли. И ты прикинь, я потом... Я шею сломал в конце концов. Блин. А у меня... А у меня, прикинь... У меня, короче, по шляпе портал образуется. Какой портал? Ты чего еще? Такой цветной. А потом из него предветы всякие лезут. О, блин. Погоди, вот сейчас лезет, смотри, на этот чудо-фокус. Ой, прости. И не специально. Жираф, с тобой все нормально. Аббэ. О нет, ты стал придурком. Это можно магнитизировать. Добро пожаловать, дамы и господа. Ваше нахождение здесь для меня огромный подарок. А я люблю отвечать взаимностью, поэтому примите подарок и от меня. Сегодня в этом шатре для вас будет показано шоу, в котором будут выступать настоящие живые чудовища. Они вызовут смех, вызовут дрожь, но только по чистой случайности. Они не жаждали оказаться в этом мире, но им пришлось. И сейчас они будут по очереди выходить сюда и показывать свои номера. И если вам что-то вдруг не понравится, если какое-то из выступлений покажется вам чересчур отвратным, то никто не запретит бросить в уродца несколько тухлых помидоров. Но только если вы купите эти помидоры у меня. Всего за один алмаз. Подходите, покупайте, швыряйте. Но не переживайте, эти монстры не будут против. Ведь тухлые помидоры это единственное, что они здесь едят. Поприветствуйте нашего первого уродца. Его называют Клешни Рейк. Если вы не хотите лишиться своих рук, лучше отойдите подальше от ограждения. Рейк попал ко мне случайно. Долгое время он воровал еду из местной харчевни, пока его не поймали повара. Они решили, что он какой-то странный вид краба, и хотели его сварить и добавить в салат. Но, к счастью, я тогда проходил мимо и спас его. Сейчас на ваших глазах Клешни Рейк продемонстрирует всю мощь своих клешней. Воу-ля! Эта шерсть, кстати, тоже продается. Покупайте, всего один алмаз. Следующий в нашем списке идет существо под прозвищем Четыре Фарпи. Одна его голова поет, другая пишет мелодии. А вместе они прекрасная музыкальная группа. И сейчас они сыграют что-нибудь из своего репертуара. Ваши аплодисменты! Браво! Браво! Кто же выходит дальше? Ах, да, Евгекака! Именно так он представился, когда пришел ко мне сюда. Я, привет! Он искал подработку, хотел выступать в цирке. На вопрос, что ты умеешь? Евгекака ответил мне, что его борода может исполнять желание. Но когда я попросил продемонстрировать это, он сказал, что не может сейчас. Так как уже загадал одно, и нужно время, чтобы загадать следующее. Какое же его было первое желание? Вы не поверите, но он загадал у бороды яблочный сок. Чудик! А сейчас выйдет тот, кто чуть не съел всю мою ярмарку. Кролик! Жрур! Гроза огородов. Да что там огородов? Целых городов! Не будь он здесь, и не выступая у меня, будьте уверены, ваш дом был бы в желудке этого монстра. Только посмотрите на эту огромную морковь. Сейчас он жадно сожрет ее за долю секунды. Не может быть! И запинут. Ну и последний на сегодня. Погоди, я тебя еще не объявил. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок